Живой мемориал в памяти о погибших пассажирах и экипаже Боинга, сбитого над Донбассом, открыли в Нидерландах. Сегодня третья годовщина катастрофы MH17. К этой дате международная группа расследователей опубликовала очередной отчет о трагедии. Что сейчас известно, расскажет Елена Абрамович. Третья годовщина. Малазийский Боинг больше не появляется на обложках европейских газет. Официальное следствие новых деталей не сообщает. Евросоюз ограничивается декларацией. Семьям погибших сочувствуют. Все страны, которые могут помочь следствию, призывают к сотрудничеству. Больше всего ждут сотрудничества России. С таким призывом к Москве на днях обратилась Австралия, одна из стран-участниц Международной следственной группы. У Российской Федерации есть свидетели. Это известный факт, заявил австралийский МИД. Но Россия помогать отказывается. Еще в 2015-м Москва заблокировала резолюции ООН о Международном трибунале, где предлагали судить виновных. А полторы недели назад выразила несогласие с решением передать дело о привлечении к уголовной ответственности виновных преступлений под юрисдикцию голландского суда. Но это не остановило Международную следственную группу. Расследование продолжается. Надеемся, что до конца этого года или в начале следующего мы сможем принять решение, кому предъявить обвинение. И что человек, который фактически стрелял или запустил ракету БУК, расскажет о событиях этого дня. Промежуточные результаты Международная следственная группа презентовала прошлой осенью. Сообщили, что ракетную установку БУК привезли из России. Выстрел произвели с неподконтрольной Украины территории. Отдельное следствие, неофициальное, ведет группа Беллингкад. Сегодня она опубликовала очередной доклад. Единственная возможная установка, из которой могли быть выпущены ракеты, сбившие MH17, это российский БУК с номером 332, который состоит на вооружении у 53-й зенитной бригады. Россия же все эти годы настаивает, никогда не передавала БУК на украинскую территорию, равно как и другую боевую технику. Да и само расследование называет потасовкой фактов. Тем временем в Нидерландах вспоминают погибших. Именно эта страна понесла наибольшие потери – 193 человека. В память о тех, кто был на борту рейса Амсердам-Куала-Лумпур высадили 298 деревьев. Под каждым – табличка с именем. Теперь это мемориал, но многие родственники жертв катастрофы убеждены. По-настоящему почтить память родных они смогут, только когда увидят виновных на скамье подсудимых. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.